Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского телеканала и я, Гульнор Жакен. Сегодня в программе. Кто виновен в прорыве дамбы в Кукпикты? Этот вопрос решается до сих пор. Новые подробности нашумевшего дела в репортаже нашего корреспондента. С чем связано повышение цен на самые необходимые импортные лекарства? Подробности через несколько минут. В Караганде задержали машину с 17-тонной хурмы, зараженной яйцами червеца Камстока. Обо всем по порядку. Кто виновен в прорыве дамбы в Кукпикты? Этот вопрос решается до сих пор. В Бухаржираусском районе начался судебный процесс по делу экс-акима Кукпиктинского сельского округа Бахатшана Смаилова, начальника отдела ЧАЭС, решата Жантуликова и бизнесмена Владимира Крючкова. Их обвиняют в бездействии и допущении весенних паводков в 2014 году, который повлек за собой гибель людей, потери скота и разрушение домов. Потерпевшие разделились на два лагеря. Одни жаждут наказания виновных и возмещения ущерба, другие стали на сторону обвиняемых. Подробности далее. Судебный процесс состоялся в Доме культуры поселка Ботакара. Пострадавшие кукпиктинцы заполнили весь зал. Мнения людей разделились. Одни выступали в защиту подсудимых, другие требовали возмещения ущерба. У Шахизат Садыковой при паводках пострадал сарай и погибли домашние животные. Вода залила дом до середины высоты стен. Виновником трагедии Шахизат считает предпринимателя Владимира Крючкова, который занимался разведением рыбы в водохранилище. Он, с ее слов, закрыл шлюзы дамбы и не дал воде утечь мимо. Однако своего Акима женщина виновным не считает. И вот в отношении нашего Акима хотела бы сказать, да, он не виноват, потому что на самом деле нас оповещали. Наши Акиматовцы, они просто, знаете, звонили нам всем, но мы не поверили. Я считаю, что Крючков виноват. Другой пострадавший Виктор Гермы считает, что виноват в прорыве дамбы не арендодатор, разводивший рыбу Крючков, а истинный владелец водохранилища ТО «Агрофирма Шанырак». Ее владелец вовремя увернулся от удара и подставил под него подсудимых. Платина предназначала всю жизнь ТО «Шанрак», который был директором, который был Шаекин. Он отвечал за эту платину. И, насколько мне известно, что Крючков неоднократно просил у него, отдайте мне эту платину, я сделаю, я ее налаживаю, я сделаю хорошие шлюзы, отремонтирую платину, а он не отдавал. В процессе участвовали три прокурора. С их слов, вина обвиняемых доказана. Начальник ЧС и Аким Кукпектинского сельского округа проявили служебную халатность и не укрепили дамбу. А предприниматель Крючков и вовсе провел на платине незаконное строительство, которое и стало причиной прорыва. В результате преступных деяний Крючкова, Жантуликова, Исмаилова стало возможным наступление тяжких последствий, катастрофический прорыв платины, затопление и разрушение жилых домов, территорий, гибель людей, вред здоровью жителей, окружающей среде и объектам хозяйствования населенных пунктов, нарушение условий жизнедеятельности населения и материальной потери в особо крупном размере. Подсудимые с обвинениями прокуроров не согласны. С их слов они сделали все возможное, чтобы предотвратить наводнение и оповестить население. Адвокат Владимира Крючкова считает, что пострадавших ввели в заблуждение, касаемое реальных виновников трагедии, а ее подзащитный пытался достучаться до властей и предупредить их об опасности. В суде правозащитник обещал предоставить письма, отправленные Крючковым. Платим до августа 2014 года, это спустя несколько месяцев после палатка, принадлежала ТО «Агрофирма Шонарак». Ни Крючкову, ни его товарищеску. Поэтому я считаю, что люди, которые должны были быть привлечены к уголовной ответственности, на сегодняшний день они остались за кадром. Адвокат ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении ее подзащитного. Также они не согласны с наложением ареста на компанию «Сантихпром», которая принадлежит Крючкову. Пока их обращение осталось без удовлетворения. Общий ущерб от весенних паводков в селе Кокпекте составил около полутора миллиарда тенге. Судебный процесс продолжается. Аймам Ренажа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. С каждым годом болеть становится дороже. На самые необходимые импортные лекарства цены растут как на дрожжах. Народ жалуется, но что поделать, если их жизнь зависит от привозных фармацевтических препаратов. Кабешу Бекенову 91. Его нынешнее тяжелое состояние поддерживают лишь дорогостоящие медикаменты. Супруга пенсионера рассказывает, что тратит 100 тысяч тенге на аптеки. А это составляющая их общей пенсии. Цена нужных препаратов начинается с 500 тенге и доходит до 2000. А каждый препарат приплетается не в одном экземпляре. В аптеках пенсионерам предлагают скидку в виде 10% от общей суммы покупки. Но что эти 10% дают пенсионерам, когда тратится сумма выше 100 тысяч тенге? Мы мешками покупаем лекарства. В этом году цены очень подорожали. Для всех пенсионеров и болеющих людей это, конечно же, плохо. Дорогие лекарства, которые мы покупали в этом году, стали еще дороже. Сейчас почти вся пенсия уходит на препараты. В департаменте фармацевтики цены препаратов мониторят каждый день. Но правда, контроль ведется не за всеми медикаментами. А только за самыми необходимыми. Сотрудники стараются поддерживать цены 600 препаратов. А владельцы частных аптек сами регулируют цены. Так как у нас нет права им приказывать, говорит Айжамал Батралиева. Государственное регулирование цен происходит, проводится на лекарственные средства и медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. То есть ГУБМП. Соответственно, были приняты соответствующие нормативные акты. То есть утверждены предельные цены на лекарственные средства, которые закупаются в рамках ГУБМП. Утверждены перечень лекарственных средств и цены, которые закупаются у единого дистрибьютора. И, конечно же, утверждены лекарственные средства, которые закупаются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне. Это на 49 на злеологии свыше 350 наименований лекарственных средств. Добавленные к пенсии 14% совсем неощутимы, говорят пенсионеры. А скидка 10% на препараты и вовсе до нас не доходит. Диана Рамазанова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Строительство моста в зимний период. Такую картину можно наблюдать на дороге в сторону Бухаржураусского района. Работники неизвестной компании проявляют необычное рвение. Их старания не останавливают ни сырость, ни снежные заносы. Дорога в направлении Бухаржураусский район стала одной из пострадавших при весенних паводках. Трассу затопило полностью, в результате чего вода смыла мост. На протяжении 8 месяцев чиновники не смогли найти финансирование на ее реконструкцию. Однако с наступлением зимы власти, как оказалось, все-таки решили эту проблему. Рабочие строители трудятся не покладая рук. Однако почему работы ведутся зимой, они пояснить не смогли. Игнорируя наши вопросы, они отказались давать комментарии. Неравнодушными остались лишь водители. Они считают такую реконструкцию некачественной. Можно было бы, может, и за лето уже это все построить. Летом или осенью было бы это практичнее все делать. К другим новостям. ДТП со смертельным исходом произошло на той же дороге в направлении Бухаржураусского района. Один пассажир скончался, а другие находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла примерно в 10 часов утра. Водитель автомашины «Фольксваген Пассат», не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с ехавшей легковушкой. Сила лобового удара стала настолько сильной, что обе машины откинуло в стороны. В результате аварии пострадали несколько человек, в том числе и ребенок. Они были госпитализированы в Бутакаринскую больницу. По словам очевидцев, один из пассажиров скончался в реанимации. Остальные получили серьезные травмы. Водитель и виновник ДТП находятся в тяжелом состоянии. «Фольксваген Пассат» ехал с города, а «Гольф» в Суляновке. «Гольф» не справился с управлением. Мужчина умер с 79-го года. Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал». «Галвин» Херкюль. «Галвин» – оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. Согласно информации Карагандинской областной территориальной инспекции, 7 ноября 2015 года через фитосанитарный контрольный пост Сыпатай-Батыр в направлении Караганды проехала машина марки «Ман», загруженная с 17 тоннами хурмы, которая заражена карантинным объектом яйцами червеца Камстока. В данное время машину задержали. Более подробно в следующем материале. Яйца червеца Камстока – опасный вредитель. Это мучницы червец, повреждающие до 300 видов растений и в особенности шелковицу, плодовые и овощные насаждения, картофель. Червь распространена во многих странах. Однако увидеть, что фрукт или овощ заражен вредителем, можно и невооруженным глазом. В случае, если фрукт был плохо вымыт, это грозит кишечным расстройством. Мы с департаментом ГАИ в письменном соглашении начали работу по розыску автомашины. В результате сумели задержать груз. К счастью, поставщики не успели распространить хурму по региону. Согласно закону, мы теперь предпримем основные меры и отправим данный груз обратно в Киргизию. В пресс-службе ДВД Карагандинской области сообщили, что по официальному обращению органами внутренних дел области были предприняты все необходимые меры. Сотрудниками органов внутренних дел города Караганды указана автомашина была задержана. Проводится досудебное расследование по ст. 304 Уголовного конца Республики Азстан. Назначено все необходимые экспертизы. В наши дни насчитывают примерно 500 видов данного плода. У нас же распространены, в подавляющем большинстве, всего два из них. Гульза Ацахова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. В честь 130-летия известного прозаика Моржака Падулатова в городской библиотеке имени Мухтара Ауезова прошел конкурс среди молодых прозаиков. В конкурсе участвовали более 20 юных талантов. На литературных соревнованиях выбирали самые лучшие произведения в жанре прозы. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Такой конкурс прозы в Караганде проводится впервые. Организаторами выступили городской отдел культуры и отдел по развитию языков. Данное мероприятие должно послужить начало новой эры в творчестве молодых прозаиков нашего города, считает члены жюри. Такие мероприятия необходимы нашему обществу, особенно для молодежи. Мы долго отбирали самые лучшие произведения. Порадовало то, что участники вложили душу и характер в свои работы. Хотелось бы, чтобы такие конкурсы проводились часто и стали традицией. В конкурсе участвовали все желающие от 15 до 25 лет. Произведения на участие в конкурсе принимались анонимно. Это новое правило отличало конкурс от прочих подобных мероприятий. Было принято больше 20 работ, среди которых выбирали самые лучшие по разным номинациям. Я считаю, что такие мероприятия нужны для подрастающего поколения. Это вдохновляет самих участников для дальнейшего усовершенствования творческой деятельности. Я сама участвую впервые в конкурсе и представляю работу на тему о родном языке под названием «Луч надежды». Я очень рада, что участвую в этом конкурсе молодых прозаиков. Для меня важно, что я смогла внести какую-то лепту в страницу прозы нынешнего поколения. В номинации «Лучшая тема» победительницы признали ученицу 9-го класса 92-й школы гимназии Айгири Марат. Со слов участницы, она увлекается литературой с детства, пишет стихи и изучает творчество Миржака Подулатова. Остальным участникам конкурса также были вручены благодарственные грамоты и памятные призы. Я победила в номинации «Лучшая тема в жанре прозы». Конечно, очень рада. В конкурсе представила работу о гражданской идее, которую поднимал сам Миржак Обдулатов. В будущем хотелось бы продолжить путь таких же великих людей. Жизнь Миржака Подулатова многогранна и удивительно активна. Сегодня нынешняя молодежь показала, что именно они и есть то поколение, которое продолжает идти по стопам достойных деятелей нашего народа. Гульза Ацах, Волженска, Пасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Вчера в Караганде на авиабазе войсковой части 50-185 прошли учебно-тренировочные полеты. Сначала военные летчики отрабатывали полетные навыки на комплексных тренажерах, а после отправились покорять небесные высоты на МиГ-31. Несмотря на сложные погодные условия, военные летчики отлично справились с заданием. При обучении на комплексных тренажерах военнослужащие находятся почти в реальной ситуации полета. Создана кабина самолета, взлетно-посадочная полоса, небо и земля. Тренажер может полностью имитировать весь полет – от взлета до посадки. Также можно создать различные погодные условия – дождь, туман, буран и так далее. «Комплексный тренажер экипажа самолета МиГ-31 предназначен для наземной подготовки летных экипажей с целью повышения уровня надежности и безопасности полетов. Он позволяет летному ставу отработать технику пилотирования, самолетовождение, боевое применение, а также действия летного состава в особых случаях». На таком тренажере военные лётчики могут отрабатывать технику пилотирования, самолётовождение и аварийные случаи. Например, отказ какой-либо системы самолёта. Этот тренажёр сделан на заказ для авиабазы и предоставлен в единственном экземпляре. «Такие тренажёры предназначены для молодых курсантов и обучения лётчиков. Благодаря комплексному тренажёру военные получают опыт пилотирования и потом свои знания применяют на практике». Учебно-тренировочные полёты проходят три раза в неделю в три смены. Возможности МиГ-31 позволяют летать в любое время суток, в любых метеорологических условиях – в туман, метель и высокую облачность. При этом сверхзвуковой истребитель-перехватчик не теряет своих боевых преимуществ. Он может выполнять боевые задачи по перехвату и уничтожению воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Лариса Хусейнова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Книгу о любви к родине и современных проблемах общества под названием «Умерюзин» презентовал житель города Сарань Адамжан Мусабеков. В сборнике собраны произведения автора, которые он писал на протяжении всей жизни. Творческий вечер состоялся в стенах Саранского гуманитарно-технического колледжа. Навстречу собрались студенты, жители города и современники писателя. Живой коридор, аплодисменты и звуки фанфар. Так коллектив Саранского гуманитарно-технического колледжа встретил автора книги Адамжана Мусабекова. Почтение, проявленное к виновнику торжества, не случайно. Ведь именно в стенах данного учебного заведения большую часть своей жизни провел писатель. Педагоги колледжа первыми поздравили пенсионера и подарили ему самый дорогой по казахским обычаям презент Чапан. Адамжан Рахим Берленович проработал в колледже практически почти 25 лет. Работал простым сотрудником, плотником. Он проявлял себя не только как сотрудник, но и как воспитатель, как прекрасный, можно сказать, что педагог. Автор книги – уроженец Каркалинского района. В молодости он трудился в селах Бесаба и Токтар. Всегда был близок к литературе. В его первом творении под названием «Умерузен» собраны стихи о родине, современниках и произведения о насущных проблемах общества. В этот вечер его стихи читали студенты. Гости поздравляли и воспевали талант писателя. Этот вечер на высоком уровне организовал мой родной коллектив. Я благодарен им. Спасибо студентам, которые выучили мои стихи наизусть. Я хочу, чтобы они любили свою родину и почитали взрослых. Со слов поэта написать книгу он решил не из-за жажды известности. Его на этот шаг толкнула любовь к литературе. Писатель хочет оставить свою лепту в воспитании подрастающего поколения. Ведь его книга адресована именно молодежи. Отметим, что еще около 160 песен автора не вошли в этот сборник. А значит, книга «Умерузен» найдет свое продолжение. Аймамрина Исламбегуспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Премьера. Карагандинский академический театр музыкальной комедии радует любителей музыкальных спектаклей постановкой одноактной опереты классика жанра Жака Афенбаха «Званный вечер с итальянцами». В Казахстане эта легкая искрометная комедия ставится впервые. Уже прошла сдача вечернего спектакля. Но режиссер Евгения Пермякова с артистами театра все еще продолжают оттачивать музыкальные партии, выверять мизансцены, привыкать к костюмам. Сюжет прост. Отец-торговец Овавю Шуфлери не хочет выдавать свою дочь Эрнестину замуж за бедного музыканта Бонифаса. Но попадает в сложное положение. Итальянские артисты, которые были приглашены на «Званный вечер», уехали, и он не может потерять уважение общества. Эрнестина предложила отцу выход. Помочь может только Бонифас. Тот соглашается в обмен, тот соглашается, но в обмен на согласие на брак. Замысел этой маленькой опереты, ее оригинальное название «Господин Шуфлери имеет честь пригласить», подсказал Оффенбаху один из его либреттистов, граф де Морни, сводный брат императора Наполеона III. Она была написана в 1861 году, но по сей день радует своими вокальными и артистическими изысками. Потрясающий музыкальный материал, то есть есть где показать и балетные номера, и вокальные партии. Такой вечерний дебют. То есть до этого с вечерней постановкой, то есть с большим полотном, то есть чтобы поставить полностью спектакль, я не сталкивалась. Надо сказать, что для молодого режиссера Евгении Перемяковой этот премьерный спектакль стал первой большой работой в оперете. Она закончила в Барнауле Алтайскую государственную академию культуры и искусств, а сейчас продолжает обучение в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Евгения – актриса театра, ставила сказки и готовила концертные программы. В этой работе молодой режиссер доказала, что она прекрасно подобрала актеров для исполнения вокальных партий в спектакле. И сумела сработаться с дирижером Дмитрием Усовым, балетмейстером Татьяной Судаковой-Попович, хормейстером Натальей Кряжевой и сценографом Анарой Кашгалиевой. Она смогла создать коллектив единомышленников. Одной из главных ролей слуги господина Шуфляри Поля играет молодой 18-летний актер театра Илья Скляров. Он обучается при Карагандинском академическом театре музыкальной комедии и с первого курса был принят в труппу театра. О нем говорят просто. Зрители увидят и услышат Виктора Игушкина в роли молодого музыканта Бонифаса, Надежду Багаеву, это наша замечательная сопрано в роли Эрнестины, дочери господина Шуфлюри, самого господина Шуфлюри, комичного и забавного Олега Клюева, ну и, конечно, замечательный балет. Оперита Оффенбаха «Званный вечер с итальянцами» проста и грива, смешна с ситуациями и, главное, позволяет отключиться от бытовых проблем, которых великое множество появилось на сегодняшний день. Оффенбах не потерял своего обаяния и сегодня. А выражение «Званный вечер с итальянцами» давно стало нарицательным. Еще с конца 70-х годов XIX века. Кстати, в Юсуповском дворце Санкт-Петербурга эта оперита с успехом идет не первый год. Сергей Высокосов, Толеген Рашидов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Здесь ум, талант чарует нас. В Школе искусств номер 2 клуб ЮНЕСКО прошел своеобразный отчетный концерт, на котором награждали лауреатов многочисленных международных конкурсов. Эта осень стала рекордной по наградам, которые получили учащиеся Школы искусств. Приятный итог работы за год и для педагогов, и для ребят, стремящихся понять чудо искусства. Церемония награждения была не менее грандиозна, чем кино-Оскар. В 10 международных конкурсах, которые проходили в Астане, Алмате, Караганде, Курске, Сербии, приняли участие 280 детей, учащихся Школой искусств номер 2 клуб ЮНЕСКО, и 122 ребенка стали победителями. Это успех не только самих ребят, но, конечно, и их педагогов. Это большой успех Школы. Очень хорошие специалисты работают, они любят свое дело, они это делают с большим вдохновением. И сами дети очень вдохновлены, они приходят сюда не потому, что родители им сказали, они сами этого хотят, и мы, конечно, очень рады заниматься таким детям. Многие выпускники поступают дальше, в высшующипные заведения, здесь занимаются некоторые для себя, для своей души, но некоторые специально получают дальнейшую профессию. Жамиля Мурзатова на международном фестивале-конкурсе «Коншарак» в Алматы завоевала гран-при. Кто больше радовался, ее педагог Айжан Алжанова или родители, неизвестно. Жамиля же отнеслась к этому спокойно, продолжает осваивать скрипку для будущих побед. Школа искусств номер 2 клуб ЮНЕСКО – организация многопрофильная, в этом ее отличие от подобных учебных заведений. Здесь познают азы творческих профессий музыканты, солисты, танцоры, художники, эстрадно-цирковые артисты. Художественное отделение побывало на арт-пленэре в Индии. Все ребята сочетают обучение с выступлениями на сцене. И сегодня школьная сцена была полна награжденными. Рядом с педагогами стояли их ученики. А радость от побед выплескивалась в зал и выражалась в рукоплесканиях. Маленькие победы – залог будущих серьезных успехов. Сергей Высокосов, Толеген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Сегодня прошло внеочередное заседание Общественного объединения Федерации по греко-римской, вольной и женской борьбе Карагандинской области. Присутствующие смогли обсудить все плюсы и минусы развития данного вида спорта в нашем городе, а также избирать нового председателя данного объединения. На собрание были приглашены руководители спортивных школ области и тренеры по всем видам борьбы. Мероприятие следовало строгому плану. В первую очередь докладчики рассказали о развитии борьбы в Карагандинской области. Вторым главным вопросом заседания стало переизбирание председателя общественного объединения. Абай Удержев передал почетное место первому заместителю Акима Карагандинской области Аслабеку Жексенбаевичу. Мы знаем, какая полноценная работа проводится в республике по развитию борьбы, в том числе с под вашим колодком. Этот вид смотр, не секрет, что является одним из ведущих не только в республике, но и в мире. Сегодня развитие проекта задвигается высокими темпами. Все проведенные чемпионаты мира, какие-то предыдущие – это все говорит о том, что есть интересные предыдущие. Также обсудили немаловажные вопросы, как проблемы развития и финансирования греко-римской борьбы в Караганде. Для развития борьбы в области спортсменам необходим централизированный дворец по видам борьбы. Не хватает специализированных залов в районах области, что в свою очередь влечет недостаточный охват районов для занятия борьбой и нехваткой тренерского состава. Сказывается отсутствие борцовских ковров. Многие уверены, что в скором времени ситуация поменяется в лучшую сторону. Но спортсмены не унывают и продолжают свой путь к новым победам. Я думаю, не только финансовые возможности появятся. Понятно, что область в таки и так пределах возможного финансировала через спорт управления. Но сейчас в такое время нужны новые подходы. То, что я выше говорил, нужно государственное частное партнерство должно быть. Соответственно, нужно привлечь и частный бизнес, как это показывает опыт в других областях. Соответственно, тогда результаты намного получаются лучше. Докладчики говорили, конечно же, и о многочисленных достижениях наших спортсменов. Наши борцы часто занимают призовые места и пополняют нашу копилку новыми наградами. Но несмотря на проблемные вопросы, тренеры и спортсмены работают и добиваются определенных результатов. К примеру, на чемпионате мира среди молодежи серебряным призером стала Борисова Ирина. На чемпионате Азии Сыздыкова Эльмира завоевала серебро. И Крамова Наргиз стала бронзовым призером на чемпионате Азии среди кадеток. В нашей копилке еще множество наград. Всех, конечно же, не перечесть. Лариса Хусынова, Сельс Азанбаева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Приятных вам выходных. Аман Сау Волмстар. Редактор субтитров А.Семкин